Ребята, всем привет! Сегодня будет очень важное видео. Наверное, самое важное видео на данном этапе. Обязательно досмотрите его до конца. Я извиняюсь за такое качество. Не было времени заряжать камеры, настраивать свет. Так что запишу его в таких условиях. Я, кстати, первый раз записываю это видео в таких условиях. Включил телефон, потому что боюсь потерять мысль. Я хочу донести суть, почему я именно сейчас сконцентрировался на психологическом аспекте. Знаете, я раньше накидывал сценарий и откладывал его на следующий день, потом садился и не мог полностью передать все, что я хотел. И когда я монтирую, я уже вспоминаю то, что я хотел сказать и жалею то, что я не мог передать прямо слово в слово, как я задумывал. Итак, о чем же будет это видео? Я вам попытаюсь донести, что вот все видео о торговле, вот если вы уже много смотрите мой канал, например, месяц или других трейдеров, они вам не помогут. Видео о торговле, это полная херня, они не важны. Вообще не важны для вашего заработка. Мои видео, видео других трейдеров, вы мне говорите, почему ты не снимаешь там торговлю, почему ты говоришь об одном и том же, о money management, о risk management, потому что, ребята, это самая-самая важная вещь. Чтобы зарабатывать, вы должны контролировать себя, а не рынок. Вы никогда не будете зарабатывать, никогда, если вы не будете контролировать себя. Потому что все эти стратегии, да, это хорошо, но заработку они вас не научат. Люди сливают деньги не из-за того, что у них нету стратегии, или там они не умеют торговать, или они не знают об уровнях поддержки и сопротивления. Они сливают только из-за человеческого фактора, только. Любой школьник берет демо-счет и может разогнать его до миллиона, потому что он торгует на фантике, это просто. Торговать просто. Но сохранить деньги тяжело. 80% людей теряют на этом деньги. 80% людей сливают только из-за одного. Только из-за эмоций. Из-за того, что они не умеют контролировать себя. Смотрите. Давайте я вам так объясню. Вот. Давайте вы смотрите мой канал, да. Что на моем канале по торговле изменилось? Скажите, что? Ничего. Я как торговал два года назад по одной и той же стратегии, так и сейчас я торгую по скальпингу. Что вам даст, что я буду заключать сделки? Что вам даст, что я буду торговать на большие суммы? Ничего не даст. Вот почему я изменил концепцию канала. Вот почему я буду показывать все на своих примерах. Вот почему я буду показывать, как работает моя стратегия, мой подход на примерах других людей. Я буду показывать вам реальную статистику. Смотрите. У вас есть 100% стратегия. 99% сделок у вас заходит в плюс и вы не будете зарабатывать. Ребята, вы сольетесь. 80%. 90% у вас заходит в плюс, зарабатывать вы не будете, если вы не будете контролировать себя. Почему? Я вам уже объяснял этот пример. Смотрите. Что будет, если у вас 99% сделок будет заходить в плюс? Вот скажите, что будет. У вас на депозите 10 тысяч рублей. Скажите, какие сделки вы будете заключать? Вот сейчас попытайтесь меня понять. Какие сделки вы будете заключать, если у вас 99% успешных сделок? Вы будете торговать по 30 рублей, по 100, сомневаюсь. У вас все сделки заходят в плюс. 99% сделок заходит в плюс и только 1 или 2 у вас зайдет в минус. Разве вы будете ставить по 100 рублей? Нет. Вы будете ставить по 1000. Даже не по 1000. Вы будете ставить по 5. Даже не по 5. Вы будете ставить по 8, по 9, а то и по 10. Потому что каждая сделка у вас заходит в плюс. И вот когда сделка на 10 тысяч зашла в плюс, у вас зайдет сделка потом и на 20, и на 30, и на 40. Вы всегда торгуете в плюс. Но вы не выводите деньги. Это во-первых. И вы потом попадаете на сливной день на 2 сделочки, ставите свои 100к и сливаете депозит. Почему? Скажите. У вас же стратегия, которая дает 99% успешных сделок. У меня будет стратегия, которая дает 60% и я буду зарабатывать. А вы со своей стратегией, которая дает 90% или 99% не будете зарабатывать. В этом весь парадокс. Понимаете? Потому что вы не умеете контролировать себя. Серия успешных сделок намного хуже влияет на человека, чем серия убыточных сделок. Когда у вас все сделки успешны, вот только представьте. Давайте вы 2 месяца торгуете в плюс. Представьте, что за 2 месяца у вас ни одной убыточной сделки. Ну просто давайте допустим такую ситуацию. Скажите. Вы также будете торговать фиксой? Нет. Вы не будете торговать фиксой. У вас за 2 месяца ни одной убыточной сделки. Как бы вы торговали? Вы бы ставили все. Потому что у вас все сделки заходят в плюс. Ну например не все. Например 50% депозита. Вдруг там одна зайдет в минус. 30% депозита. Это уже грубое нарушение. Только вы 3 сделочки ловите в минус. Потому что это рынок. Он непредсказуем. Бывают дни, когда ни хрена не идет торговля. Все уровни пробиваются. И здесь вы сливаете депозит. Вы 2 месяца. Только вдумайтесь. Есть такие люди. Они 2 месяца успешно торговали. Вот они даже мне вот в личку скидывают. Смотри Тарас. Веду дневник. И тут 2 дня у них минус депо. Кар не сдержался. Захотел все отбить. Почему? Из-за того, что у него стратегия не работала. Она у него работала блин 2 месяца. Вот вдумайтесь в это. 2 месяца. Она у него не сработала 1 денек. 2 денька. И он сливает депозит. Вот что важно. Вот почему я переключился на риск менеджмент. На мани менеджмент. Вся торговля. На ютубе. Других трейдеров. Она не важна. Она вас не научит торговать. А вас никто не научит торговать. Я вас тоже не научу торговать. Вернее торговать я вас научу. Я вам могу показать подход. Но контролировать себя вы должны сами. Я вас никак не смогу заставить заключать строго 3 сделки в день. Ребята, ну никак. Это только вы сами должны сделать. И вот. Все дело в человеческом факторе. Все дело в эмоциях. Контролировать я вас учу. Нужно 3 свои основные метрики. Только 3. Это свою стратегию. Это мани менеджмент и риск менеджмент. Вот граиль, который я вам показывал. Стратегия. Мани менеджмент и риск менеджмент. Если вы что-то одно не будете контролировать, вы сольете депозит. Давайте возьмем стратегию. Как вы думаете, я контролирую все на 100%? Нет. Я что-то контролирую на 80%. Какую-то метрику на 90%. А вот стратегию я контролирую на 60%. В чем заключается контроль стратегии? В том, что у вас есть своя ситуация и вы должны торговать только в ней. Я клялся, что я буду торговать строго по горизонтальному скальпингу. Я не торгую по горизонтальному скальпингу. Я, бывает, зайду по тренду, потому что мне лень искать ситуацию. Сейчас я уже начинаю очень мало времени уделять торговле. Сейчас я переключаюсь на более, знаете, глобальные вещи. Я сейчас мало торгую. Я книгу свою хочу написать. И вот этому я уже уделяю меньше времени. И поэтому я хочу заключить побыстрее сделки. Я нарушаю дисциплину. Я не придерживаю своей стратегии. Если бы я придерживался стратегии, контролировал ее на 100%, вот тогда бы, ребята, был результат. Но меня спасает money management. Менеджмент, вернее, риск менеджмент. Потому что свой риск менеджмент я контролирую на 90%. Я знаю, что у меня 2 сделки в день. И если я сделал, например, 2 сделки по тренду, они зашли в минус, нарушил свое правило. Money management, вернее, риск менеджмент, меня спасает. Потому что я его хорошо контролирую. Вот что вас будет спасать. Только контроль. Никакая стратегия вам не поможет. Не ищите грали. Это все полная херня. Вы никогда не будете зарабатывать, если не будете контролировать свои 3 основные метрики. Дальше переходим к money management. Вот вы себе поклялись, что будете заключать строго там по 2% депозита, по 5, неважно, для каждого индивидуально. Но вам мало, вам хочется больше денег. И вы в один день думаете, ну здесь 100% сигнал. Ну заключу я сделку на 50% депозита. И сливаете, эта сделка заходит в минус. Из-за чего вы потеряли деньги? Вы посмотрели все видео о крутых стратегиях, они работают. Но вы потеряли из-за того, что не контролируете себя. Понимаете, к чему я веду? Почему я изменил концепцию канала? Ребята, я же развиваюсь вместе с вами. Я смотрю и понимаю, что вот эти вот все видео, они нихрена вас не учат. Потому что я 2 года торгую по одной и той же стратегии. Но сейчас, благодаря тому, что я делаю конкурсы в закрытых группах, учу людей дисциплине. А как еще людей научить дисциплине? Я делаю им призы. Я говорю, если вы будете торговать по дисциплине, вы получите там 10 тысяч. И люди следуют этой дисциплине. И вот когда люди следуют этой дисциплине, они говорят, Тарас, как так эта грань? Спасибо, что ты провел этот конкурс. Спасибо, что я начал себя контролировать. Что я делал по 3 сделки в день, не нарушал правил, торговал по своей стратегии. И у меня крутая статистика. Вот, они начинают учиться. И вот сейчас процент трейдеров, которые зарабатывают, намного вырос. И вот я понял, куда нужно стремиться. Я не буду стремиться за хайпом, за крутыми видосами. Они есть у меня на канале. Смотрите их, как я торгую. Моя стратегия не изменилась. Смотрите других трейдеров. Куча трейдеров, которые там херячат по пару лямам на одну сделку. Это вас ничему не научит. Только контроль, ребята. Только контроль. И вот самый главный контроль у вас должен быть в риск менеджменте. Мы с вами разобрались, да, что нужно контролировать стратегию. Это очень важно. Манни менеджмент. Ну вот риск менеджмент. Это самое важное, что нужно контролировать. Если его вы будете контролировать на 90%, будете заключать строго свои 3 сделки, вы никогда не сольете депо. Никогда. У вас будет этот лимит. Он будет контролировать вашу жадность. Он все будет контролировать. Вы никогда не заиграетесь. Потому что самое опасное это серия успешных сделок. Вам хочется больше. Вы думаете, вот эта ситуация. Давай-ка я здесь еще срублю побольше денег. Здесь уж можно заработать. Нет, нельзя заработать. Не заработаете. Сольете. Выводите деньги. Мне люди скидывают. Они такие результаты делают. Я так не торгую. Они с десятки делают 80 тысяч. Я поражаюсь просто таким результатом. Один чел с 350 и сделал 20-ку. 20к с 350 рублей. Вы представляете, какие результаты? Я говорю, выводи деньги. Выводи деньги, пожалуйста. Он говорит, да я уже умею торговать. Зачем? Я хочу до 50 дойти. И он слил депозит. Слил депозит. Он круто торгует. Он все умеет. У него крутая стратегия. Но он слил из-за чего? Не из-за того, что он не умеет торговать. А из-за того, что он не умеет себя контролировать. Вот. В этом вся проблема. В этом проблема всех людей. Если мы не будем себя контролировать, мы не будем зарабатывать. Поэтому я все показываю на своих примерах. Если у меня депозит 10 тысяч, значит должна быть первая сделочка. Как я вам показываю. 50 рублей. Это по моей стратегии. Если вы используете стратегию с фиксой, она должна быть строго 10% депозита. Строго тысячу. И не больше, и не меньше. Если у вас, конечно, процент прибыльных сделок выше 62 или 65%. Это тоже нужно тестировать. Вы должны торговать строго по своим правилам. Вы говорите, у тебя депозит 10к, а ты ставишь 50 рублей. Что это за чушь? Как ты так заработаешь деньги? Так у меня депозит 10к. А если у вас депозит миллион, это уже 5 тысяч. А вторая сделка, это 15 тысяч. А следующая сделка, это 50 тысяч или 45. Это уже большие деньги. Так же и с маленьким депозитом. Все дело в процентном соотношении. Это очень важно. Его не нужно нарушать. И поэтому я буду придерживаться этой стратегии. Ни одна суперстратегия вам не поможет. Так что, ребята, научитесь контролировать себя. Я вам никак не помогу. Все трейдеры вам тоже не помогут. Курсы. Никто вам не поможет. Никто, кроме вас самих. Я вам уже говорил, что деньги в карман вам никто не положит. Вы должны научиться зарабатывать сами. Вы должны брать на себя 100% ответственность. Если что-то со мной происходит не так, значит в этом виноват только я. Берите на себя полную ответственность за свою жизнь. Вы должны научиться контролировать себя. Так же и в жизни. Если вы будете уметь контролировать себя, да во всем. Вот тогда вы добьетесь настоящего успеха. Вот такое вот, ребята, получилось видео. Я думаю, я вам все очень подробно объяснил. Потому что, если бы я перенес это видео на следующий день, я бы уже так хорошо вам эту суть не донес. Понимаете, да? В чем фишка? И вот если я этим видео донесу вам что-то, если вы что-то осознаете, вы должны осознать, что процент неудачных сделок, убыточных сделок, он будет у вас всегда. У кого-то больше, у кого-то меньше. Это рынок. Пожалуйста, поймите. И не говорите, почему здесь пробит уровень. Да потому что это рынок. Ему по барабану. Вы должны это понять. Начинайте контролировать свои три основные метрики. Стратегию, money management, risk management. На максимум. Постарайтесь хотя бы контролировать каждую метрику на 60%. Да хотя бы на 50%. Присылайте мне свои результаты. За два месяца, за месяц присылайте результаты. И мы будем делиться этими результатами с людьми. Пусть люди посмотрят, как важен контроль этих трех метрик. И тогда они осознают, и тогда процент людей, которые зарабатывают, намного вырастет. Везде. У всех трейдеров. На этом я с вами буду прощаться. И думаю, это видео было реально очень для вас полезным. Обязательно подпишитесь на мой канал, потому что это огромная для меня мотивация выпускать для вас новые видео. Для вас это ничего не стоит. Просто нажать кнопочку подписаться. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Так что всем больших денег, всем дисциплины, всем успеха. Пока.